Ремонт внутриквартальных дорог Тольятти, сроки, объем работ и выбор подрядчиков. Все это стало темой обсуждения участников выездного комитета Самарской губернской думы по транспорту и автодорогам. Члены комитета оценили внутриквартальные участки в четырех тольяттинских дворах. В том числе осмотрели дорогу в поселке Приморский. Все они нуждаются в ремонте и он состоится уже этим летом. Тему продолжит моя коллега Маргарита Данишевская. Это дорога во дворе Московского проспекта, дома 57. По словам жителей, дорожное полотно давно требует ремонта. Участники выездного комитета по транспорту и автодорогам уверили, что по этому адресу будет проведен капитальный ремонт. В бюджете уже заложены средства на ремонт и расширение въездной дороги в квартал, вокруг дома и подходы к подъездам. В 20-х числах июня состоится тендер на подрядные работы. Само обустройство территории начнется в июле этого года. Жители сегодня, даже в условиях пандемии, проявляют свою активность на предмет того, чтобы им в полном объеме завершили то благоустройство, которое мы обещали. У нас деньги заложены здесь, как я понимаю. В полном объеме будет выполнено. Совершенно верно. Все объемы посчитаны. Заложена общая сумма ремонта по московскому 57, поэтому она составляет 5,5 миллионов рублей. Ремонт дорог будет проведен и в поселке Приморский Ставропольского района. Это дорожное полотно уже непригодно для регулярных переездов. Работы начнутся этим летом. С саженностью примерно 1 километр 150 метров до пересечения улицы Спортивная. То есть мы садик, школа, мы все перекрываем со съездами на пересечениях. И мы закрываем весь жилой массив. Сумма софинансирования сегодня провисит, насколько я понимаю, в районе 15 миллионов. Наши областные средства. Да, 16 миллионов. Областных средств непосредственно. Там 15 копейками, да, 16? Вот, то есть мы этот вопрос закроем, и люди будут спокойно выезжать со своих прилегающих территорий, уже на отремонтированных. Будет два слоя с расширением местами. Вот это для нас самая главная новость для жителей поселка Приморский Ставропольского района. Для нас, для всех депутатов, что этот вопрос будет сдвин даже в условиях сегодня снятия денег, в условиях пандемии. Это для нас очень важно. Есть обладная дорога вокруг Приморского, а она используется как прямая проездная дорога для всех живущих в подстепках, кто-то с ягодных даже едет через эту дорогу. Поэтому, в принципе, для сохранения на будущее надо отрегулировать и относительно дорожного движения. В число внутриквартальных дорог, на которых будет произведен ремонт, также вошли территории дома по Ленинскому проспекту и на бульваре Кулибина. Проекты есть. Здесь еще у нас присутствует уширение в части вот этой дороги проездной для улучшения именно ситуации для проезда и парковки. Всего в 2020 году на ремонт дворовых территорий и проездов будет потрачено 287 миллионов рублей из областного бюджета. Работы будут проходить во всех районах города. В настоящее время ведется подготовка аукционной документации. Что касается Ставропольского района, там на ремонт дорог заложено 120 миллионов рублей. По просьбам жителей, в первую очередь, они обращались неоднократно в Самарскую губернскую думу, в комитет, ко мне как депутату, для того, чтобы сегодня понять, будет ли в условиях пандемии продолжен ремонт внутриквартальных дорог или нет. Отвечаем утвердительно, да, будет продолжен в полном объеме в городском округе Тольятти. Я бы хотел отдельно поблагодарить губернатора Самарской области Дмитриевича Азарова и правительства за совместную работу с депутатами Самарской губернской думы по городскому округу Тольятти. Посмотрели вопросы, связанные с ремонтом дороги в поселке Приморском, потому что там действительно улица советская разбитая. К великому сожалению, ситуация там такая, что ее нужно ремонтировать. И в этом году ремонт будет. Маргарита Данишевская, Андрей Комиссаров. Новости Тольятти.